Полтысячи пар перчаток и сотни литров антисептиков. Волонтеры Общероссийского народного фронта передают коробки со средствами индивидуальной защиты в городскую клиническую больницу номер 38 в рамках акции «Мы вместе». Врачи этой больницы, как и многие другие нижегородские медики, находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Старшая медсестра приемного отделения 38-й больницы Ольга Добычина сама переболела ковид-19. Однако вновь в строю и лечит людей. В день ей приходится от трех до пяти раз менять защитный костюм. Поэтому средства защиты никогда не будут лишними, говорит медик. Есть люди, которые рядом стоят в сторонке, рассуждают, как же медики из этой ситуации будут выходить. Есть люди, которые приходят, помогают нам ухаживать за больными, обрабатывать, помогают нам палаты. Есть люди, которые нам привозят средства защиты, перчатки, ДЭС-средства. Вот за это вот, за это вот такую помощь. Именно спасибо большое. Все достаточно в напряжении, но мы готовы, мы не боимся, мы готовы оказывать помощь людям 24 часа в сутки. Помощь врачам в рамках акции «Мы вместе» в регионе оказывают около двух тысяч волонтеров. И их число с каждым днем растет. Ведь работы также меньше не становится. В России они на самом деле сейчас очень много делают для всего населения. И мы не хотим оставаться в стороне. В составе нашего движения есть и волонтеры-медики, и студенты Приволжского исследовательского медицинского университета, и актив Общероссийского народного фронта. Занимаются адресной помощью. То есть это доставка продуктов питания, лекарства, оплата ЖКХ для пенсионеров и лиц пожилого возраста. Также мы занимаемся доставкой вещей людям в инфекционные больницы. Инфекция не страшна, говорят волонтеры. Они следуют советам врачей и соблюдают все меры безопасности. Носят средства индивидуальной защиты и регулярно делают тесты на коронавирус. Екатерина Васильева, Максим Веселов. Время новостей.